привет друзья с вами виктория сегодня готовлю салат на новый год салат невеста этот салатик получается очень вкусный и нежный салат слоеный он с курицей и также быстро съедается как и готовится в конце салат попробую и расскажу вам его преимущества и дам некоторые советы по его приготовлению сначала я сварила куриное филе немного его подсолила и поперчила отварила картофель и яйца затем очистила красный лук и нарезаю его как можно мельче я предпочитаю использовать красный лук для приготовления этого салата он придает и особую пикантность лук нужно замариновать добавляю в лук одну чайную ложку соли полторы чайные ложки сахара и 3 столовые ложки уксуса я использовала две такие довольно большие луковицы если вы не очень любите большое присутствие лука в салатах то нарезайте одну большую луковицу этого будет достаточно и тогда добавляйте немного меньше маринада заливаю все это горячей водой немного перемешиваю и отставляю пусть наш лучок хорошо замаринуется и занимаюсь куриным филе она уже остыла я его разделываю на кусочки и каждый кусочек буду хорошо разделять на волокна вот так прямо рвать как можно мельче можно не заморачиваться и просто нарезать курицу мелкими кусочками но если вы разделаете на волокна получится вкуснее и делайте волокна как можно мельче чтобы было удобно нарезать в последующем салат далее вареные яйца я разрезаю на пополам на мой размер формочки мне понадобилось 4 яйца смотрите по своему размеру формы яйца разделяю на белки и желтки смотрите еще больше рецептов на моем канале все ссылки я вам оставлю в описании под видео и подписывайтесь на мой канал лук я процедила картофель отварила в мундирах и натираю картофель на крупной тёрке мне понадобилось три больших картошки устанавливаю кондитерское кольцо на 18 сантиметров первым слоем выкладываю отваренный и нарезанный картофель картофель подсаливаю и делаю сеточку из майонеза аккуратно распределяю майонез с помощью силиконовой лопатки по всей поверхности салата и выкладываю следующий слой куриное филе куриное филе солю и добавляю майонез на куриное филе нужно добавлять майонеза достаточно чтобы не получилось сухо следующий слой красный маринованный лук лук я предварительно процедила чтобы не осталось никакой жидкости что существенно для приготовления этого салата это то что слои нужно не слишком утрамбовывать надо чтобы он получился такой в то же время воздушный желтки я натерла на мелкой терке можно просто их размять вилкой и выкладываю следующим слоем для того чтобы натереть плавленые сырки я смазываю растительным маслом терку так будет удобнее у меня плавленые сырки такие очень мягкие поэтому их не очень легко натирая 200 грамм плавленых сырков будет вполне достаточно также и попробовав этот салат я вполне уверена что с твердым натертым сыром тоже получится очень вкусно и даже я бы сказала будет менее тяжелый салат он и так получается легкий но так получится еще более воздушные натираю на крупные терки белки и последний слой у нас слой белков выкладываю их сверху салатик отправляем пропитаться в холодильник и затем убираем кондитерское кольцо ну что друзья давайте же попробуем наш салат я его уже попробовала как вы видите осталось уже не так много я успела выхватить оставшийся салат чтобы рассказать вам какой у него вкус дать некоторые советы по его приготовлению первое что могу сказать что вкусу салата получается очень нежный очень вкусный лук придает пикантность обязательно маринуйте лук с луком получается очень очень вкусным и с красным луком особенно вкусно салатик этот требует пропитки сначала мы его кушали без большого времени пропитки я его поставила буквально на часик в холодильник и получается не так вкусно на следующий день этот салат намного вкуснее преимущество также в том что этот салат можно вообще не украшать он может быть просто беленьким потому что называется невеста или просто украсить веточкой петрушки или укропа ну вот я вам все рассказала желаю вам прекрасных праздников готовьте вкусные салатики радуйте себя и своих близких подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить лайк пишите ваши комментарии и отзывы я очень рада когда вы мне пишите ваши отзывы или хотя бы поставьте смайлик все мне всегда очень приятно желаю вам прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами пока пока пока